Забота об экологии это общее дело. Уже в который раз на территории Московской области проходит акция Лес Победы. Приурочена к одному из главных праздников страны. Мероприятие собирает тысячи неравнодушных людей. И Щелковский район присоединяется. Спасибо, что пришли. Спасибо, что мы вместе. Вместе, когда мы будем. Нас никто не победит. Наша страна держится только на великой дружбе, на великой взаимопомощи и на великой ответственности перед памятью наших предков. Очень здорово, что здесь присутствует столько детей. И вы пришли для того, чтобы увековечить память всех погибших, всех, кто трудился и боролся на благо и во имя Победы. Поздравляю вас с великим праздником Победы. И желаю вам радости, удачи для всех ваших близких. И, конечно же, такого мирного и прекрасного неба, как сегодня над нашими головами. С праздником! На территории муниципалитета было организовано четыре крупных площадки и семь малых. Но центральной точкой стала просека в деревне Новая Слобода. Желание отдать дань уважения подвигу ветеранов и внести вклад в восстановление лесов объединило множество людей. И детей, и взрослых. Высаживают деревья и те, кто, не щадя себя, тогда, 73 года назад добывал Победу. Сергей Сергеевичев, ветеран Великой Отечественной войны, традиционно участвует в акции. Это благородное дело. Оно потом, знаете, вырастет такой прекрасный лес. И молодые, которые растут сейчас, будут сюда ходить за грибами. Вооружившись мечами Колесовой, взяв в руки саженцы ели, участники распределились по площадке и принялись высаживать молодые деревья. Для меня это еще и возможность отдать долг и почтить память всех, кто ковал Победу, всех, кто принимал участие в боях, трудился на заводах и в тылу. И, конечно же, тех, кто погиб в той Великой войне. Ну и самое главное, это то, что мы, сажая каждое дерево, кланяемся нашим ветеранам, тем, кто не вернулся с войны, отдал свою жизнь за наше мирное небо. Российский человек должен построить дом, родить сына и посадить дерево. Это мое уже, не знаю, какое, тысячное дерево. Работа нашлась всем. Многие приезжали целыми семьями. Акция полюбилась и со всем юным участникам. У каждого своя мотивация. Но цель общая – восстановить зеленые легкие подмосковья. Я очень люблю в огороде работать у бабушки. А так у меня огорода нет, но я мечтаю о нем. Фундамент свое будущее мы закладываем сегодня. В Новой Слободе на площадке площадью почти 8 гектаров. Сегодня высадили 32 тысячи таких вот маленьких елочки. А всего же в день акции «Лес Победы» в Щелковском районе высадили более 50 тысяч таких вот сеянцев и саженцев. Большой вклад в акцию «Лес Победы» внесли жители Фрианово. Вот уже третий год одно из самых отдаленных поселений Щелковского района активно участвует в лесовосстановлении. В этот раз там посадили более 8800 сеянцев на площади порядка двух гектаров. Участие в посадках приняли сотрудники муниципальных учреждений, студенты местного отделения Щелковского колледжа, сотрудники МОЗ «Облпошспаса» и множество других неравнодушных жителей. Всего более 300 человек. Постоянная ежегодичная работа у нас по восстановлению зеленых насаждений, она проводится. Но вы видите, что огромное желание, прекрасная погода, декада победы, она длится и продолжается, горит в наших сердцах. Поэтому огромное количество было добровольцев, которые хотели приложить именно свои руки, восстановить зеленые насаждения нашего поселения. Второй раз уже принимаем участие в посадке леса. Первый раз мы принимали участие два года назад в районе деревни Горбуны, там 4 гектара. Наша часть, 279-й, высадила тысячу саженцев. И в этом году мы снова приняли участие, потому что лес – это же дыхание, кислород, воздух чистый, природу же надо сохранять. Я хотел просто приехать, помочь людям, посадить лес, экология, чтобы была лучше у нас. В общей сложности более 5000 человек внесли вклад в восстановление лесов в Щелковском районе. Конечно, потребуется несколько десятков лет, чтобы маленькие саженцы и сеянцы превратились в большой и густой лес. Но начало, как говорится, положено, отсчет пошел. Дарья Заснегова, Александр Гранич, Сергей Максимов, Игорь Поляков, телерадио «Компания Щелкова».